МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военкомат направляет уголовные дела в следственные органы. Спасатели проводят рейдовые мероприятия «Тонкий лед». Саянские самбисты принимали участие в областном турнире. 9 ноября с деловым визитом в зиме побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. С современной просторной, необходимой 9 ноября в зиме состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Сибирь». Спортивный комплекс оснащен футбольным полем, трибунами на 100 человек и спортивным залом площадью более 1250 квадратных метров, в котором можно проводить занятия по легкоатлетике, баскетболу и волейболу. Общая стоимость объекта составила более 109 миллионов рублей. Возведен ФОК в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы и федерального проекта «Спорт. Норма жизни», финансировая строительство с федерального областного и местного бюджетов. Со значимым событием земляков поздравил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Я уверен, что те традиции, которые есть у города зимы, они очень хорошие спортивные традиции по разным видам спорта, они получат дополнительный толчок, и мы через несколько лет увидим среди спортсменов города зимы и чемпионов России, и Европы, и мира, и Олимпийских игр. Надо мечта, чтобы была впереди. Для этого у вас сегодня есть все возможности. Сегодня мы действительно радуемся и переполняет радость сердца наших. Почему? Потому что если переводить деньги, то этот объект стоит всего 100 миллионов. Если переводить в то, что сколько в него вложено, и вот сегодня все друзья здесь присутствуют, коллеги мэра, губернатор, замгубернатора, министр, это все те люди, которые приложили частичку своего труда. В ближайшее время в зиме также будет проведен капитальный ремонт зала тяжелой атлетики, планируется строительство бассейна. Строительство этого фокуса стало возможным благодаря активной позиции, в первую очередь Сергею Георгиевичу Левченко, по поддержке физкультуры и спорта, для информации. Сегодня у нас с вами только в генеральной программе строятся 11 спортивных объектов. Это второй объект, который мы вводим в этом году. 13 объектов ремонтируются, 30 плоскостных сооружений в области строятся. И то, что у нас 11 объектов финансируется в федеральном министерстве, это в первую очередь признание заслуг Иркутской области по развитию физической культуры и спорта. Мы желаем, чтобы вы двигаетесь культурно-оздоровительного комплекса. Никогда не закрывайтесь с утра до самого позднего вечера и будем открыты всем желающим приобщиться к спорту. После церемонии открытия прошел баскетбольный турнир с участием команд шести муниципалитетов Саянской зимы Тулуна, Заларей, Зиминского и Черемховского районов. Первое место заняла Саянская команда. Также в рамках рабочей поездки Сергей Левченко посетил площадку, где ведется строительство нового дома культуры. В новом здании планируют создать, который к концу следующего года будет размещен зрительный зал на 150 мест, зал для хореографии, спортивный зал, книгохранилище и читальный зал. Будет завершен в следующем году капитальный ремонт первой школы и начато строительство новой школы на 350 мест. 7 ноября на торговой площади Саянска состоялся митинг, посвященный 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Мы верим в тебя, Компартия России, в твой разум и волю, и верность твою была, и будешь великая Россия, мы вместе с тобою в едином строю. Ежегодно 7 ноября в России отмечается памятная дата День Октябрьской революции 1917 года. В ночь с 7 на 8 ноября, по новому стилю, в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли Временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала в стране 73 года. 7 ноября – это особая дата. То есть это дата, которая дала начало становлению нового строя в России и дала возможность людям строить светлое будущее, такое, какое они хотели, такое, какое они видели. Это свобода, это равноправие. На митинге, организованном Саянским местным отделением КПРФ, посвященной 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, присутствовал мэр Саянска Олег Боровский. Великая Октябрьская революция перевернула сознание людей, перевернула мир. Мир стал разнополярным. И сегодня есть многие страны, которые верны избранному пути социализма. В России 7 ноября перестало быть праздником, но вошло в перечень памятных дат. Ведь, несмотря на спорную идеологическую подоплеку бывшего праздника, сложно отрицать значение этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившейся социалистической революцией, предопределило все дальнейшее развитие не только России, но и ряда других государств мира. Осенняя призывная кампания в самом разгаре, но многие молодые люди призывного возраста, по словам военных, делают все возможное, чтобы откосить от службы. Уголовные дела насаянцев, не желающих отдать долг родине и скрывающихся от людей в форме, сотрудники комиссариата направляют в следственные органы. Всех уклонистов от службы в армии ждут крупные неприятности. А самим горе-призывникам все-таки придется служить. Ежегодно только в Саяноземинском регионе по повесткам не являются более 60 человек. Многие молодые люди скрываются от военных и проживают в других городах. Отдельные граждане, полагая на то, что если они не сообщают военный комиссариат, убывая на другие территории, к примеру, на учебу, на работу, либо на временное проживание с целью, соответственно, не получать повестки военного комиссариата и тем самым уклониться от призыва, то есть они глубоко ошибаются. Сами представители военного ведомства уверены, что в настоящее время заводится очень мало дел против призывников-уклонистов. Именно поэтому у молодых людей появляется чувство безнаказанности, а меры по розыску уклонистов, которые принимают полицейские совместно с военкоматами, непродуктивны. В настоящий момент 68 материалов на уклонистов направлено в Следственный комитет. Военная прокуратура Иркутского гарнизона обращает внимание на все вопросы, касающие выполнения граждан. Поэтому ответственность, конечно, понесут все граждане, в том числе и уголовные. Ежегодно военным комиссариатам направляются материалы в следственные органы для решения вопроса о привлечении граждан к уголовной ответственности по статье 328. Прокуратурой Иркутского гарнизона проводится проверка не просто, чтобы отправить уклонистов в войска. Всем участвующим в призыве ведомств от военкоматов до заведения здравоохранения, управления образованием и полицейским в случае нарушений предстоит устранить и ужесточить контроль. А на некоторых призывников уже заведены уголовные дела, как на уклонистов. Студент Касаянского химико-технологического техникума Кристина Никифорова стала победителем второго регионального чемпионата «Обилимпикс», который проходил в апреле в Иркутске. Сейчас Кристина готовится к участию во всероссийском чемпионате, который будет проходить в Москве. В апреле в Иркутске прошел второй региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Студентка третьего курса Саянского химико-технологического техникума Кристина Никифорова, которая обучается по специальности экономико-бухгалтерский учет, уже второй год становится призером этих состязаний. В прошлом году у нее было третье место, а в этом она поднялась на высшую ступеньку. По компетенции экономико-бухгалтерский учет я участвовала, один из бухгалтерий предприятия. То есть я там свои знания, как показала, выполняла задания. Теперь поеду в город Москву на всероссийский конкурс «Обилимпикс». Пятый национальный чемпионат в Москве будет проходить с 18 по 22 ноября по разным компетенциям. «Обилимпикс» – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих специальностей и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Участие в чемпионате повышает престиж студентов, к тому же это очень выгодно, так как данные о всех конкурсантах по окончании мероприятия внесут в международную базу рынка труда, что в будущем облегчит им поиск места работы. Специалисты МЧС проводят в Саяно-Зиминском регионе масштабную операцию «Тонкий лед». Инспекторы ГИМС, спасатели, представители полиции патрулируют акваторию, выявляют места массового выхода граждан на лед. Специалисты МЧС предупреждают, что выход на лед категорически запрещен. Длительное время погода на территории региона держалась на плюсовых отметках. По словам спасателей, большие проблемы создают любители подлёдного лова. Это самая многочисленная и самая упрямая целевая группа. И дети, которые выходят поиграть на «Тонкий лед», пренебрегая мерами предосторожности. Происшествия, связанные с выходом на лед, в Иркутской области фиксируются практически ежедневно. Буквально вчера у нас на территории ангарского муниципального образования был очередной случай, когда мужчина пренебрег своими действиями и вышел на «Тонкий лед». Тем самым провалился и благодаря местному населению, которое находилось рядом, данный мужчина не утонул и был спасён. В Саянск постепенно приходит зима, выпал снег, а водоёмы покрываются первым льдом. Это чрезвычайно опасное время для детей и взрослых. Ежегодно на «Тонком льду» только в Иркутской области погибает несколько десятков человек. Но чаще всего дети, гуляющие без родителей. На территории города Саянска у нас такие случаи тоже фиксировались. В 2015 году у нас была групповая детская гибель. Это за шестым домом микрорайона «Строители». Трое ребятишек, оставленные без присмотра родителей. 2005, 2007 и 2009 года рождения также провалились в овраг сталыми водами. Но, к сожалению, в связи с тем, что тогда были удалённости от населённого пункта, и дети побежали звать родителей на помощь, их не удалось спасти. В 2018 году также у нас был случай провала под лёд ребёнка на притоке Мура, города Зима. Проезжающая мимо женщина вовремя увидела о том, что ребёнок тонет, остановилась и спасла его. Как отметили специалисты МЧС, причиной всех произошедших трагедий, как правило, является несоблюдение элементарных правил безопасного поведения на водоёмах, в частности, выход или выезд на непрочную поверхность льда. Новые тренажёры и комфортный зал. Спортивный зал клуба «Лидер» приглашает на занятия, сбросить лишний вес, подкачать мышцы и обрести здоровье. Приглашаются люди всех возрастов. Если хочешь быть здоровым, занимайся. Тем более для этого есть все условия. Тренажёрный зал клуба «Лидер» приглашает в свои стены. Большой арсенал тренажёров пополнился новым оборудованием. Любимыми тренажёрами горожан остаются беговые дорожки и велотренажёр. Сбросить лишний вес, подкачать мышцы и обрести здоровье. Приглашаются люди всех возрастов. Я хожу уже пятый год, более 65-го года хожу. Привлекаю то, что зал большой, светлый, уютный. Мне в нём нравится. Кстати, в «Лидере» самые низкие цены для взрослых занятий обойдётся в 65 рублей, для молодёжи – в 45 рублей. Инвалиды могут посещать зал бесплатно. Молодёжь уходит в армию. И чтобы они были сильными, здоровыми, ребята перед армией, школьники, 11 класс учатся, которые в технических вузах, в медучилище, приходите, тренируйтесь, занимайтесь. Тогда вы будете выносливыми, здоровыми. И в армии будет легко. Расположен спортивный клуб «Лидер». По адресу микроцентральный дом 1, вход со двора. Для колясочников предусмотрен пандус. Телефон для справок 552-41. Вы засиделись дома, набрали пару лишних кило, а стресс каждый раз забирает силы. Доказано, занятия спортом, особенно в тренажёрном зале, благотворно влияют не только на здоровье, но и помогают справиться с негативом. Тренажёрный зал клуба «Лидер». Время расставлять приоритеты. Вечер русского романца прошёл 7 ноября в картиной галереи. Предподаватель детской школы искусств Юрий Мурашов выступил с сольной программой. В музыкальном искусстве существует камерный жанр, который по праву можно считать уникальным. Его имя – романс. Эта вокальная миниатюра с момента своего появления пользовалась большой популярностью и отражала все значимые процессы, которые происходили в жизни общества. В нашей стране у романца весьма непростая судьба. Его запрещали, однако он вновь триумфально возвращался на концертные сцены. В нынешнее время романс продолжает радовать слушателей своей мелодичностью, задушевностью и сердечностью. Расстались мы, но твой портрет Я на груди своей храню Как бледный призрак лучших лет Он душу радует мою 7 ноября в картиной галереи собрались любители русского романца, которые исполнил обладатель красивого баритона, преподаватель Саянской школы искусств Юрий Мурашов. В программе было 17 произведений, таких известных композиторов, как Доргомышский, Чайковский, Шишкин, Рахманинов. По словам Юрия, именно творения Сергея Рахманинова для него самые сложные и одновременно любимые. Короткий, ёмкий, яркий – это роман «Всё отнял у меня». Вот столько в нём чувства, столько в нём вот этой откровенности какой-то, как открытый нерв, оголённый. «Всё отнял у меня, вознящий Бог, здоровье сего ли воздух сон» В этот раз на сольном концерте Юрия Мурашова смогло побывать небольшое количество поклонников его таланта. Но вокалист пообещал, что в скором времени состоится его следующий концерт на сцене Дворца культуры «Юность», где жители Саянска смогут получить наслаждение от прекрасного живого исполнения замечательных произведений. Зима холода саянским активистам. Авторам проекта «Аптекарский огород» не страшны. На базе НКО «Саянцы.ру» планируется проведение встреч с садоводами и школьниками, а весной волонтеры приступят к озеленению города. На пороге зима проект «Аптекарский огород», в рамках которого создается питомник декоративных растений, что будут использованы в озеленении города, продолжает свою работу. Под зиму заложено более 500 тюльпанов, более 200 нарциссов различной цветовой палитры, сибирский ирис. За порошил и снежком несколько сотен маленьких дубков. Выращенные из желудей, они, словно выпистыванные дети, спешат окрепнуть и подрасти. Это те растения, люпины в том числе, это те растения, которые мы хотим внедрить на городские клумбы, это многолетники, это те растения, которых в городе нет. Хотим, чтобы они украшали наш город, эти деревья, эти растения. Почему? Потому что многих раздражает, например, обилие одних только бархатцев. Вот бархатцы, бархатцы, да, я могу понять. Ну, флоксы хорошо смотрятся, но ведь люпины как хорошо смотрятся многолетние, как дельфиниумы смотрятся великолепно. У нас нет тюльпанов на клумбах, у нас нет нарциссов. Поступили семена клюнов несколько разновидностей ивы – извилистые, шаровидные, краснолистные. Самые разные растения. Дубы, вот можно сейчас подойти, посмотреть, они у нас зашли очень хорошо, лето прожили, посмотрим сейчас, как они перезимуют зиму. Но у меня на даче не зимуют дубы. Ну, а клюнгинала, да, в этом году я собрала семена с тех растений, которые здесь уже в городе появились. И мы размножаем их для того, чтобы создавать живые изгороди. Кстати, еще липу я выписала, липа мелколистная, посмотрим, как перезимуют эту зиму. Зимой в офисе «Саянцев.ру» будет действовать клуб, где единомышленники смогут узнать все о лекарственных растениях и планировать деятельность аптекарского огорода на следующий год. 13 медалей различной пробу завоевали саянские самбисты на прошедшем в поселке Золари турнире по самообороне. В последнее время в саянские занятия самообороны без оружия попросту самбо входит в число наиболее массовых видов спорта. Благодаря своей доступности этот вид единоборств не требует дорогостоящих спортивных сооружений и экипировки. Неоднократно саянские атлеты принимали активное участие практически во всех проводимых городских, районных, областных и даже всероссийских турнирах. А в конце октября саянцы участвовали в областном турнире, который проходил в поселке Золари. В поселке Золари проводился областной турнир по борьбе самбо, в котором принимали участие воспитанники нашего детского спортивного клуба «Самбо». Ребята довольно успешно выступили, завоевав 13 медалей, из них 3 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых. Прошедший турнир после длительных каникул показал, что саянцы не потеряли форму и достойно выступили на соревнованиях, пополнив спортивную копилку города медалями различного достоинства. «Необходимо отметить, что с ребятами сейчас занимается новый тренер, и это первые были для него соревнования, и успешно они прошли, и видна работа тренерская. То есть клуб самбо и вообще этот вид спорта в нашем городе успешно развивается и будет развиваться в дальнейшем». В настоящее время наши самбисты готовятся к новому турниру, который намечен на начало декабря. И по признанию тренера Владимира Широкшина, саянцы рассчитывают только на победу. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания.